Задача Определить недостающую горизонтальную проекцию A1B на треск AB, его длину и угол α, то есть наклонок плоскости P1. Если угол β равен 30 градусов и ZB координата больше, чем координата ZA. Ну, здесь необходимо вначале понять, как выглядят у нас проекции и что такое вообще углы наклона. Если мы знаем угол наклона β равен 30 градусов, то очевидно, когда мы будем строить проекцию натуральную величину по проекции A2B2, то у нас она будет располагаться, вот по отношению к этой проекции, под углом 30 градусов. Ну, то есть, если у нас сейчас здесь 34, то должно быть у нас 64 градуса. То есть, наша проекция должна располагаться вот таким вот образом. Построили. Значит, здесь угол 30 градусов. 30 градусов. Это первое, что нам известно. Дальше. Где будут находиться у нас проекции? Проекции A1B1. Эти проекции у нас будут лежать на линии связи. Да, линии связи. Вот одна линия связи сюда вниз, под углом 90 градусов. И вторая линия связи здесь, под углом, да, под углом, будет 30 градусов. Обозначим положение точки A1, да, 1. Ну, про нее нам больше никаких сведений нет, да. Но мы поэтому построим A1 и по отношению к ней построим проекцию B2. И теперь смотрите. Когда мы будем искать, например, ZB откладывать, то мы будем делать что? Определять вот это расстояние. Потом это расстояние мы будем откладывать здесь, под прямым углом. Поэтому мы пойдем путем обратным. Сначала мы отсюда построим под прямым углом, под прямым углом отрезок. Построили. Значит, этот отрезок перенесем вот сюда в точечку B2. Ну, это нам, наверное, будет мешать. Мы его сдвинем в сторонку. В сторонку. И теперь продлим вот этот отрезок дальше. Продлим. И этот отрезок продлим дальше. Продлим его дальше. Вот так. И в месте пересечения будет у нас точка, которая будет у нас называться B0. Вот эта величина, вот то, что мы получили, это будет не что иное, как натуральная величина отрезка А на B. А вот эта величина, что это будет? Это будет как раз превышение. Вот это превышение, которое мы получим вот здесь. Да, поизмерим его вот здесь. Теперь, для того, чтобы построить проекцию на плоскости P1, смотрите, что мы знаем. Положение точки А. И мы знаем, что здесь превышение вот это, которое мы здесь поставили, это разность координат по оси Y. Мы его знаем. Значит, мы можем что его? Измерить. Значит, измерим вот это превышение, которое у нас называется дельта Y. И, соответственно, такое же превышение мы должны построить здесь 30 и соединить сюда с началом, с точкой А1. Теперь давайте, давайте мы посмотрим. Значит, видите, это превышение мы взяли, значит, что это будет проекция. Теперь давайте пойдем обратным путем и посмотрим, как мы бы искали натуральную величину. Поэтому мы бы нашли вот это превышение, отложили его под прямым углом и получили то, что мы здесь и получили. То, что и получили. То есть, ну что, можем здесь в этом случае сказать, что вот проекция должна лежать у нас где? В этом месте, да, в этой точке, где у нас получено. Ну, а давайте еще проверим, как получается у нас наша величина натуральная, да, натуральная величина. Для этого мы что, должны провести здесь горизонтальную прямую, измерить вот этот отрезок, вот он тоже 30 миллиметров у нас получился, и отложить этот отрезок под прямым углом, под прямым углом к проекции. Значит, он должен быть у нас 30 миллиметров. Отложили, перенесем его в исходную точку. Ну, где заканчивается отрезок, и соединим полученные точки. Вот это у нас должен получиться отрезок, который равен натуральной величине. Ну, давайте посмотрим его свойства. Здесь этот 60,5 миллиметра, да. Теперь посмотрим вот этот отрезок и его свойства. Длина 61, да, получается. Ну, собственно говоря, это погрешность, да, наверное, на построение. Ну вот, да, конечно, есть, да, мы не до конца довели здесь. Вот эти два отрезка, и получается у нас натуральная величина. А вот этот отрезок, это есть не что иное, как черный. Одна проекция и вторая проекция. Вторая проекция отрезка А1, В1. То, что мы искали. Отрезок А1, проекция А1, В1. Подпишем, чтобы нам было понятно. Здесь у нас будет А1, а здесь получится В1. Все, задача решена. А1, В1.